Добрый день, уважаемые коллеги! И начать свое выступление я хотел бы с того, чтобы обратить ваше внимание на журнал, который организаторы раздают всем участникам. Понятно, что большой, объемный, читать можно долго и внимательно. Вместе с тем, на страницах 82 и 83 размещена заметка, в которой описывается прошедший в октябре месяце этого года семинар по линии Минэнерго, который назывался достаточно необычно. Актуальные и спорные вопросы обеспечения безопасности антитеррористической защищенности предприятий ТЭК. Если кратко пересказать, то хотелось бы сделать одно замечание. Сегодня мы в основном делали упор на защите предприятий, выстраивании систем защиты, обеспечении этого процесса, сертифицированные средства, импортозамещение. Все эти вопросы, конечно, справедливы и правомочны. Вместе с тем, я хотел бы обратить ваше внимание, что параллельно незримо с нами еще присутствует один регулятор в лице Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. В рамках семинара, который описан в данной заметке, говорилось о том, что в настоящее время уровень способности к обнаружению компьютерных атак, если брать в целом по энергетике, достаточно низок. Представителям, выступавшим на семинаре Ростелекома Солар Игорем Ляпуновым, введем термин «detection ability» – способность к обнаружению. Понятно, берем пока иностранные термины, своих еще не успели просто выработать. Вот беру данные, которые говорит Ростелеком Солар. В принципе, они делят все источники атак на пять групп. Упрощенно можно свести к двум группам. Первая – это группа автоматическое сканирование, хулиганы, криминал. Это то, что, в принципе, все уже научились обнаруживать с помощью стандартных средств, поскольку там не используются специализированные средства. Две последние группы по классификации Ростелекома – это кибернаемники и кибервСК. Именно они реализуют специализированные атаки, и именно их действия должны выявлять сотрудники, обеспечивающие безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Опять-таки, если брать вот эту среднюю температуру по больнице, которая звучала в выступлениях на семинаре представителей отрасли, да, с выявлением атак со стороны, условно говоря, хулиганов и автоматических средств сканирования, они успешно справляются. Ни кибернаемников, ни кибервСК в настоящее время предприятия не видят. Это является действительно проблемой, которая выходит за пределы одного предприятия и уже начинает носить государственный характер. Более того, вот сегодня уже звучали слова о том, сколько времени требуется на выявление конфликта. И представитель Positive Technologies сказал о том, что, ну, с гордостью, наши сотрудники достигли того, что мы способны разобраться с инцидентом за два часа. Это его приведены данные. Вместе с тем, обратите внимание, как позиционируют время по расследованию инцидента зарубежные исследователи. Им важно, значит, выявить за одну минуту просто сам факт вторжения, 10 минут на расследование, час на реагирование. Все, час дальше после этого делать что-то либо бессмысленно. Что мы можем сделать? Значит, понятно, уже речь сегодня об этом шла. Это повышать вот это detection ability, квалификацию собственного персонала. В принципе, если брать позицию Минэнерго, которую они озвучивают уже на многих совещаниях, семинарах, выступлениях, сотрудники предприятия как минимум раз в год должны проходить обучение в форме киберучений. При этом, отмечено, исходя из опыта прохождения таких киберучений, но в основном это касается электроэнергетики, в данном случае я как представитель университета Губкина, могу сказать, что у нас определенный временной гандикап есть. До нефтегаза министерство, скажем так, дойдет, но чуть-чуть попозже. Поэтому есть время подготовиться. Так вот, прохождение киберучений со стороны сотрудника предприятия, значит, для того, чтобы выработать устойчивый навык, это минимум пять раз. Опять-таки, значит, я просто транслирую тот опыт практически, который получен уже в электроэнергетике, несмотря на наличие у них и регламентов, и дежурных смен, диспетчерского персонала и тому подобное. Так вот, чтобы и выявлять, и защищаться, значит, есть ряд факторов, на которые мы не можем влиять. Это вот сам факт атаки, квалификация атакующего инструментария и объем ресурсов. Ну, кстати, не могу в данном случае не пустить колкость в сторону сторонников рискоориентированного подхода. Вот теперь посчитайте вероятность всех этих факторов. Значит, традиционно все принимают их, как правило, за единицу. Но вместе с тем мы можем влиять на квалификацию наших сотрудников, на их действия. Поэтому давайте пытаться на это дело воздействовать, в том числе выполняя требования нормативно-правовых актов. В настоящее время понятно, что в рамках федеральной программы информационная безопасность Ростелеком, Ростелеком Солар строит киберполигон. Но он, получается, один на всю страну и всех задач не решит. И в переговорах, скажем так, с представителями этой компании мы договорились о том, что вот киберполигон Ростелеком, он позволяет отрабатывать верхнеуровневые межведомственные взаимодействия. Он сейчас, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, идет в эту сторону. А вот отработка навыков персонала должна вестись на других киберполигонах, которые должны действовать в том числе на базе высших учебных заведений. Перед вами, значит, развернутый в РГО «Нефти и газа» имени Губкина киберполигон, который поставлен компанией «Перспективный мониторинг». Могу сказать, ну, вот, надеюсь, не открою тайну, что это первый закупленный в качестве продукта киберполигон данной компании, именно как товарный продукт. Желаю коллегам еще продажи, и я понимаю, они будут развиваться. Но что хочу сказать, значит, в конце прошлого года нам на базе этого полигона удалось провести в дистанционном режиме, в рамках дополнительного профессионального обучения, мы обучали сотрудников одного из ведущих предприятий нефтегазовой отрасли. И могу сказать, что полученный результат заключается хотя бы в том, что мы получили очень хорошую обратную связь. Более того, мы получили заказ на продолжение обучения на данном полигоне, что говорит о том, что, наверное, результатов обучения мы все-таки достигли. Ну а теперь я хотел бы передать слово своему коллеге Сергею, который уже непосредственно расскажет об опыте проведения этих учений. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Сергей. Я вам немножечко со стороны вендора расскажу, как мы видим построение киберполигонов и как мы проводим на них киберучения. У нас есть преподаватель, он запускает полигон. Вот все, что обведено таким прекрасным рыжим пунктиром, это как раз и есть непосредственно киберполигон Empire. Наше решение. Он выбирает инфраструктуру, на которой будут проводиться занятия в этот раз. Инфраструктуры могут быть самыми разными. Это может быть просто офис какой-то компании. Это может быть финансовая организация. Это может быть телеком-оператор или какое-то производство. Возможностей достаточно много. Он выбирает тот сценарий компьютерной атаки, который будет применяться в данных киберучениях. У нас все действия атакующего полностью автоматизированы в нашем киберполигоне. То есть фактически преподаватель просто запускает эксплуатацию каких-то программного обеспечения, либо утилит. И уже вот этот автоматический атакующий как раз реализует ту последовательность действий, тот сценарий компьютерной атаки, который мы разработали. Но тем не менее есть возможность привлечь и настоящий Red Team, настоящую атакующую команду живую. Этот автоматический атакующий начинает работать. Соответственно, для своей работы он использует ровно те же инструменты, которые используют исследователи защищенности, либо злоумышленники для проведения компьютерных атак. И эти инструменты, они внутри инфраструктуры оставляют какие-то следы и артефакты, индикаторы компрометации. Так вот, эти индикаторы компрометации видят средства защиты информации, которые есть внутри инфраструктуры. Они их фиксируют, создают алерты, заводят инциденты. Есть у нас две команды. Группа мониторинга и группа реагирования. Задача группы мониторинга как раз работа с теми средствами защиты, которые есть в инфраструктуре. Они видят, что происходит что-то нехорошее, вдруг сломают, давай чини. Заводят карточку инцидентов, где они в произвольной форме описывают, что произошло, откуда прилетела атака, на какие ресурсы она была направлена. И самое главное, дают рекомендации, что же в этой ситуации можно сделать, точнее нужно сделать. А группа реагирования, если верхний уровень его взять, это, наверное, все-таки больше IT-служба. Принимают эти карточки инцидентов и уже идут внутрь инфраструктуры. Что-то делают руками для того, чтобы выполнить эти рекомендации, устранить те уязвимости, которые мы как разработчик платформы оставили в рамках каждого конкретного сценария. И вот когда мы проводили цикл занятий совместно с университетом имени Губкина, поскольку ситуация эпидемиологическая была не очень благополучной и остается таковой, занятия мы проводили в удаленном режиме, координировались в ВКС-системе. И в том числе у нас был чатик в Телеграме. Вот оттуда как раз есть несколько скриншотов. На верхнем скриншоте прям показательная ситуация, когда участники сами себе в ногу выстрелили буквально и удалили сетевой интерфейс на той машине, с которой они работают внутри инфраструктуры, и там почти 10 минут ничего не могли сделать, пока не пришел наш администратор Empire, рассказал, ребята, я сейчас все починю, но, пожалуйста, все, больше так не делайте. На нижнем скриншоте, на нижней вставке участник немножечко сетует на то, что наш автоматический атакующий очень быстро отработал. И, наверное, нет все-таки такой задачи его на каких-то ранних этапах остановить. Задача, в общем-то, понять, как он действовал, на что нужно смотреть и как устранить те последствия, которые были в рамках компьютерной атаки. Парочка слов об инфраструктуре, на которой проходили занятия. У нас Empire – это изолированная система. Она не имеет, ну, во всяком случае, по умолчанию, не имеет выхода в интернет, и она абсолютно точно изолирована от какой-то продуктивной инфраструктуры, потому что внутри полигона у нас ходит вредоносное программное обеспечение, летают боевые эксплойты, и, в общем, прям совсем не хочется, чтобы эта вся вот такая нагрузочка куда-то утекла и начала работать уже там без нашего на то разрешения. Так что у нас сегмент псевдоинтернета, где у нас находится внешний по отношению к организации атакующий и откуда к нам прилетают атаки. Есть DMZ-сервер, сегмент, вот второй сверху. Там располагаются сервисы внешнего периметра. Это веб-приложения, веб-серверы. Иногда мы туда выставляем веб-почту, хотя так, наверное, впрочем не стоит все-таки делать, лучше ее прятать куда-нибудь за VPN. Так, движемся ниже. Серверный сегмент. Там у нас располагаются как раз серверные части тех сервисов и приложений, которые используются в организациях. Это и почтовик, и контроллеры домена, файловые шары, сервер управления базами данных. Можно перечислять и перечислять. В общем-то достаточно много сервисов у нас там уже работает. Можем произвольно добавлять, что называется. Есть пользовательский сегмент. Там у нас находятся разработчики, там у нас есть менеджеры, администраторы. И там тоже есть некий зоопарк. Кто-то у нас там работает на винде, кто-то у нас работает на линуксах. Нас попросили заказчики, сделайте нам, пожалуйста, машину на астролинуксе. Мы говорим, пожалуйста, вот вам машина на астролинуксе. То есть астра тоже у нас там в пользовательском сегменте есть. И в рамках как раз этих занятий у нас был небольшой осу тпшный сегмент. Там был поднят скада сервер уязвимый. На него были атаки, которые, в общем-то, участники этой сессии киберучений пытались устранить. Сценарии. Сценарии у нас в нашем киберполигоне идут, что называется, из коробки. Сейчас их в продуктивной версии, которую мы можем взять и поставить заказчику в настоящий момент. Их шесть. Еще несколько сценариев у нас находятся на стадии тестирования. Они будут добавляться. И через какое-то время, примерно к середине текущего года, у нас будет доступен конфигуратор сценариев. Что это такое? Это преподаватель, который управляет тренировками, сможет в своем интерфейсе преподавателя нашего киберполигона задать некую логику, последовательность проведения компьютерной атаки. Он может выбрать узлы, которые будут работать в инфраструктуре. Он может выбрать payload, которые, например, будут исполняться на тех или иных узлах. Уязвимости с эксплойтами. Это он все сможет законфигурировать. При этом ему не нужно будет владеть вообще никакими языками программирования, которые у нас сейчас используются для автоматизации этих сценариев. Это все будет доступно просто в веб-интерфейсе его. Ну и понятно, что те сценарии, которые мы предлагаем, они все-таки очень общие. Они взяты из жизни. Это опыт наших пентестеров, наших исследователей. Это опыт нашего коммерческого сока. Уже совсем-совсем многолетний. Но мы можем сделать и кастом. Вы нам как-то верхнеуровнево можете обозначить, какая компьютерная атака вас интересует. Мы под нее сделаем сценарий. По поводу средств защиты, которые есть в полигоне. Поскольку мы являемся дочкой Infotex, очевидно, что в нашем киберполигоне должна быть полная линейка обнаружения атак от компании Infotex. То есть веб-нет IDS и веб-нет TIAS. Но мы также понимаем, что у заказчиков может не быть веб-нетов, им хотелось бы тренироваться с какими-то другими средствами защиты. Поэтому сейчас, что называется, из коробки идут различные open-source средства. С ними тоже можно работать. Что касается встраивания каких-то специфичных СЗИ, по пожеланиям заказчика, это тоже достаточно быстро можно сделать. Есть, правда, несколько ограничений. Во-первых, поскольку у нас инфраструктура вся виртуальная, это средство защиты должно работать в виртуальной среде. Но, наверное, сейчас немного таких, которые не умеют. Второе. Лицензия на это средство защиты должна допускать такое использование. Для обучения, либо для тестового какого-то использования. И третье ограничение. Эта лицензия должна проверяться без интернета. Ну, просто потому, что Эмпайр – это замкнутая в себе среда. Кого мы приглашаем поучиться на киберполигоне Эмпайр? Ну, конечно, это студенты. Причем студенты, начиная даже со второго курса, для них будет полезно. Мы сейчас осенью помогали проводить научно-исследовательский семинар для студентов Высшей школы экономики. Мы для них провели шесть занятий. И за эти шесть занятий мы видели абсолютно явный, наверное, не потрясающий, но очень явный, очевидный прям результат. Сначала мы запустили стандартные киберучения, и, конечно, результат был таким достаточно удручающим. Но мы провели для них несколько занятий, в том числе и изобрели прям буквально специально под эти занятия формат киберквестов. Это когда сценарий Эмпайра проходится совместно с преподавателем. Преподаватель рассказывает, как проходила компьютерная атака, как ее можно было задетектировать теми или иными средствами защиты информации, и как можно было прям пошагово устранять те уязвимости, которые мы оставили. Мы провели несколько таких занятий, и потом организовали, условно говоря, контрольные киберучения. И студенты уже вполне себе неплохо справились с этими занятиями. То есть практика, которую они проходили, несколько самостоятельных занятий, несколько киберквестов, они были очень-очень полезны и результативны. Вторая категория – это, конечно, действующие ИБ-специалисты. Понятно, что быть специалистом прям вот совсем во всем, во всем ИБ, вот условным, таком абстрактном. Сейчас, наверное, уже не получится. Очень много специализаций. Кто-то занимается защитой сетей, кто-то занимается защитой веб-приложений. Но если вдруг человек хочет в каком-то из доменов защиты информации, условно говоря, прокачаться, пожалуйста, никаких проблем. Хочешь потренироваться в администрировании там линуксовых серверов? Пожалуйста, заходишь, тренируешься. Хочешь понастраивать, я не знаю, CMS-ки на веб-сайтах? Вообще никаких проблем. Вот тебе CMS-ки, вот тебе веб-серверы. Тренируйся. По поводу преимуществ киберполигона, я, наверное, так или иначе все рассказал. Одно из главных, наверное, которые я не отметил, и самых приятных, что в Empire нельзя ничего сломать. Потому что это полностью смоделированная инфраструктура. Вы там можете делать вот все, что хотите. Такие действия, которые вы можете делать на киберполигонах, как сегодня уже Дмитрий Ушаков говорил, конечно, в продуктивной инфраструктуре вы себе позволить не можете. Это вот абсолютно точно. И вы знаете, для меня в какой-то мере сегодня такой круг временной замкнулся, что называется. Вот ровно год назад мы здесь, на этой же площадке, проводили в рамках молодежного дня киберучения для студентов вузов от самых западных и до самых восточных областей. И с того момента мы провели, вот посчитали с коллегами, 47 киберучений за год. Это какой-то невероятный темп, мне кажется. И я хочу вас призвать, давайте этот темп вместе сохранять. Приходите учиться. Приходите учиться в университет. Приходите учиться в учебные центры, которые с нами тоже сотрудничают. В конце концов, приходите учиться к нам. Это весело, это интересно. И как показала наша практика, там, последних двух лет, когда мы массово проводим киберучения, очень часто, это очень полезно. Так что спасибо вам большое за внимание и приходите к нам учиться. Спасибо. 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 Спасибо.